Итак, за прошедшие сутки противник нанес 51 авиационный удар, в том числе применил 44 беспилотных летательных аппарата типа «Шахет-136». Почти все они были сбиты подразделениями сил обороны. Противовоздушная оборона уничтожила 39 «Шахетов» и 2 беспилотника «Орлан» типа «Орлан-10», а также 1 крылатую ракету «Х-59». К отражению нападения привлечены были в зенитно-ракетные подразделения воздушных сил обороны Украины, истребительная авиация воздушных сил и мобильные огневые группы. Кстати, да, также все активнее привлекается техника и вооружение, предоставленные Украине нашими западными партнерами. Это, например, могут быть не только противоракетные комплексы, которые нам предоставлены, это могут быть и те зенитные пулеметы с электронными прицелами, с радиолокационными прицелами, которые поставляли нам еще в начале декабря месяца. Они были оглашены в одном из очередных пакетов военно-технической помощи со стороны Соединенных Штатов. Поэтому мы учимся сбивать эти шахеды любыми доступными средствами. Кстати, у нас уже арсенал пополняется, стрелковое вооружение было, ПЗРК были, теперь зенитные пулеметы. Да, мы как во Вторую мировую войну, у нас прожектор в старой советской песне, были такие слова, прожектор шарит осторожно по пригорку. Ну вот, а у нас прожекторы шарят по небосклону, мы выискиваем эти шахеды и, соответственно, ведем огневое поражение с помощью всех возможных средств. Вот такая вот обстановка. Кстати, это говорит о том, что российское командование меняет тактику. Третья ночь уже подряд, точнее третьи сутки подряд. Российское командование, видимо, из-за нехватки ракет, ракетного вооружения, они решили изменить тактику. И теперь это в основном морально-психологическое воздействие, кроме того, что это попытка нанесения огневого поражения критической инфраструктуре, энергосистеме Украины. Это еще и морально-психологическое воздействие на население. Почему? Потому что тревоги обычно длятся до трех-четырех часов утра. И в связи с тем, что эти шахеды летят не одной стаей одновременно, это сделать практически невозможно. Они летят с каким-то интервалом, по разным маршрутам, заходят на цель. В основном терроризируется столица и часть крупных городов, выборочно областные центры или какие-то отдельные объекты. Но сейчас вот последние налеты, это в основном крупные города. Что это дает? Мы вынуждены, мы их сбиваем. И, соответственно, системы ПВО, ПРО и другие средства открывают огонь по мере приближения этих шахедов. И получается так, что население всю ночь сидит в укрытиях, в бомбоубежищах, практически там условия отдыха никакие, все на нервах. Под утро все возвращаются домой и утром надо идти на работу. Или там по каким-то своим домашним делам заниматься обычной той деятельностью, которой человек занимается. Вот в этом состоит это, я бы назвал это так называемый беспокоящий огонь. Уже не столько, и причем основная масса шахедов направляется, и ракет, которые принимали участие, в частности 31 декабря, направляются в основном в жилые кварталы. Должно быть наибольшее количество жертв среди мирного населения, как раненых, так и убитых. Плюс вот такая вот нервотрепка, что люди не могут ночью отдохнуть и вынуждены сидеть в убежище, а потом вместо не отдохнувших, всю ночь просидевших в убежище, с утра идти на работу. Плюс некоторые все-таки долетают и наносят, соответственно, наносят еще и дополнительно огневой ущерб. Вот такая война на истощение применяется Российской Федерации против нас. Новая тактика применения беспилотников Камикадзе и ракет. Ну, ракет меньше, потому что, видимо, действительно их количество резко снижается. Также враг совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе и обстрел был совершен по детской больнице города Херсона. Ну, для российского командования это, видимо, это уже норма, обстреливать в том числе все, что касается детей. Ну, я уже говорил вам, что в Киеве две школы, детский сад, вот еще и детская, добавилась детская больница Херсона. Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины. Ну, к сожалению, мы готовимся к отражению, но гарантировать того, что не будет этих ударов, никто сегодня не может. Противник продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском направлении. Пытается улучшить тактическое положение подразделений своих войск на Купинском, Лиманском и Абдеевском направлениях. На Новопавловском и Запорожском направлениях ведет оборону ранее занятых рубежей. Ну, за исключением Запорожское, я бы, наверное, все-таки отнес уже к группе тех направлений оперативных, где противник пытается улучшить свое тактическое положение. Мы знаем, вчера случился инцидент, когда они захватили две наших оборонительных позиции. Но об этом чуть позже. На Херсонском направлении идет перегруппировка российских войск, противник ведет оборону и обстрелы позиций наших войск и гражданских объектов вдоль линии соприкосновения, то есть вдоль линии фронта. Линия фронта сегодня на Херсонском направлении это река Днепр. За минувшие сутки подразделения силы вороны отражали атаки на оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области, Раздолевка, Белогоровка, Солидар, Красная гора, Бахмут, Клещиевка, Опытная, Красногоровка, Донецкой области. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не наблюдается. На Северском и Слобожанском направлениях минометные и артиллерийские обстрелы подверглись районы населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской области. На Сватовском направлении, оно же Купинское направление, продолжаются позиционные бои. Там нет перемещения линии фронта, идет обмен огневыми ударами и позиционные бои. Враг обстрелял более 15 населенных пунктов на всю глубину досягаемости его огневых средств на этом направлении. На Лиманском направлении позиционные бои, ситуация без изменений за последние сутки. На Бахмутском направлении, тут ситуация продолжает оставаться очень тяжелой, очень на грани критической. Враг не заканчивается. Вот в чем проблема. Российское командование создало конвейер смерти. Я бы это так назвал, потому что они просто подвозят грузовиками личный состав и отправляют этот личный состав в атаки. Волны атакующих до взвода. Обычно атакуют до взвода в пешем порядке, без поддержки брони и практически без поддержки артиллерии. И вот эти вот атаки до 30 человек, до мотострелкового взвода, иногда усиленного, они не заканчиваются. Личный состав независимо от того, сколько они несут потери, они продолжают атаковать. Продолжаются попытки штурма Солитара, Раздолевки и Подгороднего, Опытного и Клещиевки. Практически все бахмутское направление, оно все подвергается регулярной атаке, идут одна за одной. Личный состав подвозится, но убитых вы видели в видео, где Пригожин поздравляет своих бывших бойцов, в скобочках, в кавычках бойцов, а на самом деле зэков, которых в черных пластиковых мешках уже пакуют в рефлижератор для отправки на вечный покой. Не могу сказать домой, потому что, знаете, я вам говорил уже, есть разведданные о том, что они сжигают эти трупы для того, чтобы не вести учет, и для того, чтобы потом объявить этих людей без вести пропавшими. Вот и все. Никто никому ничего не должен, никаких выплат, ничего, и плюс не растут потери в этой войне. И он их там поздравляет с Новым годом, и типа, до свидания, пацаны, спасибо, что повоевали. Вот такая вот ситуация на бахмутском направлении. Кстати, в самом бахмуте линия боевого столкновения без изменений. В городе идут ожесточенные бои, но они носят позиционный характер. Все атаки противника не приносят никакого успеха. Наоборот, они несут потери и откатываются постоянно назад. На Авдеевском направлении враг снова пытается штурмовать саму Авдеевку с севера, и штурмовые действия продолжаются. На данный момент ситуация остается очень напряженной. Вот с северной окраины Авдеевки идут бои, и на исход сегодняшнего боя пока что на данный момент неизвестен. Новые методы ведения боя начинают применять противник. Они меняют каждый день давление вражеской пехоты, в частности на бахмут, как я вам рассказал, оно меняется. То есть меняется интенсивность, и они пытаются менять интенсивность атак, то есть интервал между ними, и они пытаются менять их содержание. Это может быть атака 10 человек, а может быть атака 30 человек. То есть до мотострелкового взвода. И что самое для нас тяжелое, это то, что не ощущается значительных каких-то уменьшений в количестве этих атак. Если мы говорили, допустим, вчера, что есть незначительное снижение интенсивности артиллерийского огня, оно ощущается, потому что и есть, даже в российских пабликах можно встретить, что некоторые артиллерийские батареи просто сидят на голодном пайке российские, ввиду нехватки боеприпасов. И недаром там матюкали бойцы ЧВК Вагнера на видео, матюкали там Герасимова и Шойгу, министра обороны и начальника генерального штаба Российской Федерации. Ну, кстати, это же они не ругали его. Мы же знаем прекрасно, что в Российской Федерации мат это не ругательное, это они на нем разговаривают. Поэтому они просто передали на своем диалекте, они передали привет и пожелания начальнику генерального штаба вооруженных сил России и министру обороны. Привет касался именно наличия боеприпасов на дневых позициях этих горе-бойцов. Это наемники, в принципе, это не бойцы, это наемники. Частные военные компании. И это видео спокойно гуляет. Никакой реакции. А эти два начальника, я так понимаю, что они даже не могут возразить. Путин молчит, а официальные лица, ну, они, наверное, утерлись и идут дальше, поджав, опустив голову и поджав хвосты. Планы врага захватить Авдеевку, Маренку и Бахмут до Нового года провалены окончательно. Сегодня уже 2 января, а ВОЗ и ныне там. Мы надежно держим оборону. Да, противник на отдельных участках имеет частичный успех. Но, тем не менее, мы либо отбиваем эти позиции, либо закрепляемся на следующих позициях и удерживаем основные населенные пункты, основные опорные точки этой обороны. Мы надежно удерживаем. От этого, конечно же, нашим защитникам. То, что они провалили свои планы взять все до Нового года. Там Солидар, Бахмут, Авдеевку, Маренку. Поэтому нашим бойцам от этого легче не становится. Видите, они меняют, каждый раз меняют интенсивность атак, меняют тактику проведения этих атак. Поэтому ситуация, еще раз повторюсь, остается очень тяжелой на грани критической. Новопавловское направление. Здесь позиционные бои, обмен артиллерийскими огневыми ударами. Никаких изменений линия фронта за сутки не претерпела. Запорожское направление. Вчера было сообщение по поводу вот этих двух захваченных позиций. Наши вынуждены были отойти с этих позиций в районе населенного пункта Дорожнянки. Так вот, по предварительным данным нашей разведки, к югу от Дорожнянки, две позиции, которые занял враг сутки ранее, то есть вчера, были стерты нашей артиллерией вместе с оккупантами. То есть огневым налетом мы просто уничтожили эти позиции вместе с теми, кто на них, с российскими оккупационными войсками. Но пока, как бы, восстановлена ли линия фронта, то есть возвращены они под наш контроль или нет, пока такой информации нет. Ну и остается у нас с вами Херсонское направление, на котором, как я уже сказал, огневое воздействие со стороны противника. Там разделяет река, поэтому контактных боев там не проходит. Там только артиллерийские дуэли, обмен огневыми ударами. на всю дальность досягаемости огневых средств. Как с нашей стороны, так и со стороны противника. Причем идет все от самого Черноморского побережья до фактически энергодара российские войска обстреливают нашу территорию. Мы, естественно, отвечаем, стараемся давить огневые средства противника, ведем контрбатарейную борьбу. Из предыдущих огневых налетов надо отметить, что подтверждено огневое поражение 31 декабря, то есть в предновогодний день районов сосредоточения живой силы и техники оккупантов на временно занятой территории Запорожской области. В районе населенных пунктов Тарасовка, Бассань, Пологи, Бердянск, Токмак потери противника составили более 175 раненых военнослужащих. Уничтожены порядка 12 единиц вооружения и военной техники разного типа. Их склад боеприпасов противника. Информация о ликвидации о ликвидированных оккупантов, то есть убитых, уточняется. Авиация Силы Обороны нанесла 13 авиационных ударов по районам сосредоточения российских оккупационных войск. Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 5 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника. Еще хочу отметить одну такую новость. В новогоднюю ночь был нанесен удар нашими реактивными системами залпового огня типа «Хаймерс» по пункту временной дислокации одного из подразделений вооруженных сил Российской Федерации в Макеевке. Судя по реакции, у нас идет информация, официальной информации нет, но из социальных пабликов можем сказать, что количество погибших и раненых в этом огневом ударе исчисляется сотнями, не одной сотней человек. И это вызвало резонанс. Судя по реакции российских сетей, действительно удар оказался очень удачным и действительно, видимо, мы накрыли очень большое скопление живой силы противника. Так вот, поднялась такая волна критики и возмущения в российских социальных сетях, что Министерство обороны Российской Федерации было вынуждено отреагировать на эту, чтобы погасить вот эту волну, потому что там начали писать, что там цифра там и 100, и 200, и 600, и 1000 человек якобы погибло. И как же так? Куда смотрели? Кто виноват? Самый первый же вопрос, кто виноват и что делать? Ну, в России это два извечных вопроса, да. Две проблемы и два извечных вопроса. Так вот, Министерство обороны Российской Федерации вынуждено было признать, что действительно такой удар был, и как утверждает в ведомстве, и в результате удара вооруженных сил Украины в Макеевке погибли 63 российских военнослужащих. Ну, и сейчас реакция тех же российских пабликов пишет, что умножайте на 5 или на 10, и вот это будет правда. То есть от 300 до 600 человек, это так говорят очевидцы на местах. Это и то, что там же еще завалы не разбирали, там сейчас только приступили к разбору завалов. Но что самое интересное, надо отметить, что, смотрите, ВСУ нанесли ракетный удар из Хаймарс по пункту временной дислокации одного из подразделений вооруженных сил РФ в Макеевке. Это я вам читаю выдержку из официального пресс-релиза Министерства обороны Российской Федерации, где они признают этот удар, да, и дальше там сообщают, 63 погибших. А теперь вчерашнее сообщение Министерства обороны Российской Федерации. Вчера Министерство обороны Российской Федерации объявило об уничтожении уже 54-й установки Хаймарс. Всего нам их поставили 35. Это из тех открытых источников, которые мы сегодня с вами знаем. То есть нам, западные партнеры, поставили 35 установок Хаймарс и типа Хаймарс. Сюда включается и Хаймарс, и М270, и французский вариант этой же системы. А они уничтожили вчера 54-ю установку. Вот так работает Министерство пропаганды Российской Федерации. Оно же Министерство обороны Российской Федерации. 63 военнослужащих, при том, что соцсети валают, очевидцы валают о том, что там несколько сотен убитыми. Но зато накануне была уничтожена 54-я установка Хаймарс из 35. Тогда кто же наносил этот удар? Вот такие военные новости сложились в Украине. И на всей линии фронта от Харькова до Херсона. Субтитры создавал DimaTorzok